Всем привет, это Машина Времени. Какие секреты скрываются за сегодняшней датой узнаем прямо сейчас, а попутно найдем как минимум несколько поводов, чтобы превратить этот день в праздник. В первый день ноября отмечается Международный день вегана. Отмечают его все, кто питаются только растительными продуктами, то есть полностью исключающими в своем составе компоненты животного происхождения. По последним оценкам в мире насчитывается 100 миллионов веганов, однако такой образ жизни подойдет далеко не всем. Прежде всего любое ограничение потребления мяса приводит к недостатку жизненно важных аминокислот и минералов. И если баланс последних взрослый человек может поддерживать витаминами, то детям и беременным женщинам вегетарианство противопоказано. Также растительная пища содержит мало энергии. Чтобы получить ее в достатке, нужно съедать большие количество пищи, что перегружает пищеварительный тракт. Ну и конечно, по мнению многих врачей, у веганства есть бесспорное достоинство. Снижение веса и количество холестерина. Те, кто не в первый раз слышит такие фразы, как «точить носок», «втянуть хвост» и «носить пачку», сегодня отмечают Всемирный день балета. Все началось более 500 лет назад в Северной Италии. Это была эпоха Возрождения, когда князья устраивали дворцовые праздники, в которых танец занимал важное место. Однако пышные одеяния, как и залы, не допускали хаотичного движения, поэтому были специальные учителя-танцмейстеры, которые репетировали с дворянами движение, чтобы потом руководить танцующими. Постепенно танец становился все более театральным, а само слово «балет» обозначало композиции, передававшие не сюжет, а свойства или состояние характера. К концу 15 века танцмейстеров стали приглашать ко французскому двору, а затем балет стал популярен и в остальной Европе. В России первое представление прошло в 1673 году. Между тем большинство мужчин вынуждены бороться со стереотипом женственности в балете. Однако сначала все балетные партии танцевали только мужчины. Также в этот день, в 1968 году, улица Огородная в Магадане была переименована в улицу имени Григория Ивановича Чубарова. Он был командиром красноармейского отряда, который принимал участие в ликвидации белогвардейцев Бочкарева. Банда последнего захватывала колымские поселки и буквально грабила людей. Отряд Чубарова отлично проявил себя в поселке Гижига, освободив его в перестрелке с бочкаревцами. А затем было удачное наступление на Наихан и полный разгром противника. Интересно, что сперва Чубаров был насильно мобилизован в армию белых, откуда бежал и навсегда связал свою жизнь с красной армией. А еще сегодня день осведомленности о стрессе. Представь себе, он есть. Естественно, о нем знают все, а кто-то наверняка и сейчас находится в его лапах. Так что предлагаю разобраться, как с ним бороться. Вообще принято считать, что этот недуг современный, возник из-за того, что мы, в отличие от наших предков, стали мягче и слабее духом. Конечно же, это не так. Рано или поздно у каждого человека возникают апатичные мысли. Просто одни могут подавить их в зародыше и переключиться на позитивный настрой, а другие, увы, нет. Кстати, впервые подобное чувство описал древнегреческий поэт Гомер в своей «Илиаде», когда олицетворяющий мужество Ахиллес переживал депрессивное состояние. Важно знать, что стресс ухудшает работу мозга, сердца, влияет на сексуальную жизнь и лишает смелости. Лучший способ его побороть, это, конечно же, обратиться к специалисту, коих сегодня хватает. Прежде всего, психологи советуют понять причину стресса и составить четкий план действий. Это касается сильных волнений перед ответственным действием, как, например, экзамен. Ну и, конечно, работают маленькие приятности, которые ненадолго помогут подавить плохие чувства. Это заедание, запивание или выплеск эмоций через порт. Но тут главное, чтобы душевная боль не превратилась в боль физическую. У меня на этом все. Спасибо за внимание и до новых праздников!